Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Свеклу, как правило, выращивает каждый огородник. Свекла – это род одно-, дву- и многолетних травянистых растений семейства Амарантовая. Самыми известными представителями являются свекла обыкновенная, сахарная свекла и кормовая свекла. Обычно выращиваю на своем дачном участке свеклу обыкновенную столовую, хотя пробовал и турнепс, пробовал и листовую свеклу мангольд, даже сахарную свеклу как-то выращивал, но свекла обыкновенная, конечно, занимает первое место. Столовая свекла довольно требовательна к температурным и осветительным условиям, Но, к счастью, климат и особенно почва в нашей местности для свеклы благоприятные, и вырастить этот корнеплод у нас несложно. Только приходится следить, чтобы свекла вырастала хорошего качества и не чрезмерно крупная, так как это создает некоторые неудобства при ее приготовлении. Иногда корнеплоды вырастают до трех и более килограмм. Это, конечно, создает определенные трудности. Чтобы свекла выросла вкусная, нужно прежде всего правильно выбрать сорт, а также стараться использовать для посева только качественные семена. Нельзя приобретать их в случайных местах, а желательно обращаться только в специализированные магазины по продаже семян. Лучше, конечно, фирменные. В последнее время отдаю предпочтение свекле пабло, но также частенько выращиваю и цилиндру. И та и другая свекла очень хорошего вкуса, вырастает нормально. Ну, правда, у цилиндра иногда бывает пересорт, а пабло практически никогда не подводит. Ну, периодически пробую, конечно, и разные новые сорта. Для посева свеклы оптимальное время наступает, когда почва прогревается до 6 градусов тепла. Почва должна быть не только прогрета, но и увлажнена. Понижение температуры может привести к переохлаждению свеклы, что приведет к потере урожая. Свет – это условие, которое также важно для развития столовой свеклы. Чем его больше, тем ярче и насыщеннее цвет корнеплода. Учитывая этот момент, не стоит сеять свеклу в тени или между рядами высокорослых растений, так как она не вырастет качественная. Место под посев свеклой специально не готовлю. Просто слежу, чтобы ее предшественниками были капуста, морковка, лук или огурцы. Высеваю свеклу в первой половине мая, в зависимости от погоды, на обычную грядку шириной 90 см. Поперек грядки делаю бороздки через 25 см. Семена заделываю на глубину 3-4 см. И по возможности мульчирую торфом. Если торфа нет, то обхожусь и без этого. На всякий случай делаю загущенный посев. И всходы появляются очень дружно. После того, как они немного окрепнут, свеклу прореживаю сначала на 2-3 см друг от дружки, потом, когда растения выбросят 2-3 настоящих листика, на 10-12 см. Но не больше, а то корнеплоды вырастут слишком крупные. Если у вас условия, не подходящие для свеклы, то можно ее проредить посильнее. Я специально оставляю растения так близко, чтобы ограничить рост корнеплодов. По той же причине поливаю свеклу только в начале вегетации, а потом прекращаю. Подкормок тоже не делаю. А вот пропалываю и рыхлю ее регулярно. На этом, собственно, уход за свеклой и заканчивается. При соблюдении этих простых правил, к сентябрю свекла завязывает отличные корнеплоды, насыщенно темно-бордового цвета и замечательного вкуса. Убираю урожай свеклой в первой половине сентября. Свеклу выдергиваю, даю ей немного подсохнуть на грядке. И после этого сразу обрезаю корнеплоды от ботвы, не оставляя черешков. Причем обрезаю довольно сильно. В этом случае свекла не прорастает и хранится очень хорошо. После того, как свекла подсушена, размещаю ее в обычные мешки и отправляю на хранение в погреб. Мешки не завязываю и свекла хранится отлично вплоть до нового урожая. Часть свеклы сразу использую для приготовления свежего сока вместе с морковкой. Ну а лечебные свойства свеклы известны с глубокой древности. На пути многих болезней свекла выставляет красный сигнал, свои красящие пигменты, флавоноиды. Флавоноиды снимают сосудистые спазмы, повышают прочность капилляров, понижают артериальное давление, стимулируют образование эритроцитов. Сколько полезных свойств? Корнеплоды свеклы содержат сахара, органические кислоты, лимонную, яблочную, щавелевую, белок, пектин и каротин, массу витаминов, а также минеральные соли калия, магния, железа, меди, цинка, кобальта, молибдена, марганца, фтора, бора, ванадия, йода, рубидия и цезия. Чего только нет! По содержанию йода свекла является лидером среди овощей и потому широко используется в профилактике и лечении гипотериоза, заболевания щитовидной железы, вызванного недостатком йода. А натуральная качественная свеколка не только полезна, но и очень вкусна в различных салатах и винегретах, в борщах и во множестве других блюд. Так что пожелаю всем огородникам не забывать про свеклу, выращивать ее, получать хорошее урожае, кушать с удовольствием. Всем всего самого доброго! До свидания!